это последняя серия из коллекции о моих стволах и это не простой ствол а золотой пулемет который стреляет пули картечью и дробью давайте посмотрим что это за зверь ве при 12 оружие бывает разное и для разных целей но есть отдельное направление его использования это практическая стрельба такой специфический вид спорта где твоя задача набрать максимальное количество очков за кратчайший период времени при этом используется оружие стандартных они спортивных калибров в том числе 12 как ее часто зовут охотничий калибр время скажи 033 если сказать человеку несведущим что таким вот тяжелым калибром из охотничьего в кавычках ружья ты сделаешь 6 точных выстрелов потом зарядишься и сделаешь еще 6 точных выстрелов и все это вместе за 5 секунд человек просто не поверит потом уже следует объяснить им что правильная техника стрельбы долгие тренировки делают такую стрельбу возможно но это будет только половина прав потому что важной частью подобного трюка является еще и правильно подготовленное оружие техническая часть обычно для открытого класса в практической стрельбе покупают сайгу 340 а до появления этой модели сайги самый популярный вариант это вепр 12 с индексом в по 205 2 0 именно эта модель была номером один для практиков и даже сейчас когда есть другой хороший вариант 340 сайга 2 при 12 имеет свои достоинства у меня было три випре и последний я готовил уже с большим опытом запила знают все сильные и слабые стороны именно поэтому я купил не тот самый в по 205 2 0 а взял в по 205 0 4 что важно главная разница заключается в длине ствола у 0 4 ствол на 44 миллиметра длиннее 2 это приклад который не складываемый если на официальном сайте молота сегодня вы посмотрите 0 4 модификацию то увидите там вот такой вот ствол но мой 0 4 это экспортный вариант для сша его делали по американской спецификации и шел он с нескладным рамочным прикладом как раз тогда молот попал под санкции и уже готовая партия не прошла таможню и ее начали распродавать в россии кто-то говорил что эта партия была более высокого качества чем обычный випре не могу сказать так ли это но мой вепр действительно оказался отличного качества я выбрал более длинный 483 миллиметровый ствол не случайно он лучше всего подходит для специфики практической стрельбы сейчас объясню мы не используем слишком короткие стволы так как потенциал спортивного патрона в нем не реализуется в полной мере слишком много пороха прогорает впустую уже когда выйдет из ствола дробь не набирает достаточной скорости для поражения удаленных тяжелых мишень хуже собирается особь картечи и вдобавок к тому же ружье перестает надежно работать на легких спортивных патронах особенно в холод поэтому логично выбирать более длинные стволы но сильно длинный ствол мешает перемещаться в тесных упражнениях нарушает баланс оружия в итоге надо искать разумный компромисс и такой компромисс это 430 миллиметровый ствол плюс дульное сужение да именно так в длине ствола добавляется длина накрученного сужения что делает общую длину ствола около 480 миллиметров вот почему мне понадобилась длина ствола 483 миллиметра я стреляю 90 процентов всех упражнений без дульного сужения при этом обеспечивается максимальный баланс между удобством и надежностью такая длина также позволяет использовать весь потенциал спортивных патронов кто бы мог подумать что дополнительные 4 сантиметра могут быть настолько важны далее быстро по тюнингу рамочный укороченный приклад с обратным наклоном тыльника рукоятка с основанием предохранитель с приливом под ладонь сам предохранитель запилен совсем чуть-чуть такой он в принципе идет уже завода но я видел что новый випри стали продавать с новым предохранителем и я не рекомендую его для спорта во первых он менее удобный во вторых стрелки регулярно случайно ставят ружье на предохранитель когда этого не хотят при перекладке оружия с одного плеча в другой далее удобный рычаг сброса магазина под большой палец раньше я пользовался который нажимается вперед но после случайного сброса магазина на чемпионате мира я отказался от этой конструкции на чемпионате мира была досадная история но именно такие истории составляют опыт который потом воплощается в железо короче говоря стреляя с правого плеча нужно было переключиться на другую сторону потому что упражнение построено таким образом что я должен стрелять с левого плеча неудобно расположенные мишени и при перекладке оружия я положил палец вот так вот не завел его за рукоятку а держал прямо и после первого выстрела отдача натолкнула этот рычажок этот такой длинный нажимающийся рычажок мне на палец и он нажался магазин отстегнулся и следующего выстрела я уже не произвел это досадно такая ситуация трудно воспроизводимо если у вас рычаг с нажатием сверху вниз так что в плане не знаю безопасности при стрельбе с левого плеча это более правильное решение кроме того само движение пальца сверху вниз немножко мне кажется более эргономически обоснованно чем движение вперед ну и опять же отдача в оружие идет назад и можно и за одежду зацепиться за счет отдачи и за палец если перекладываться на другую руку поэтому вот эти нажимные рычаги они в общем то неплохие но с ними чаще может возникнуть такая ситуация незаменимая вещь дополнительная левая рукоятка затвора позволяет сохранять руку на пистолетной рукоятке при этом делая разные полезные действия вроде второго положения досылания патронов патроник и исправление задержек кстати о задержках отдельно на этом ружье их почти не было слово почти конечно портит картину как круто было бы сказать что на этом ружье с настрелом там 10 или 15 тысяч выстрелов вообще не было ни одной задержки это идеальное ружье те кто стреляют из ружья знает что на них задержки случаются чаще из-за некоторых особенностей геометрии патроны и так далее чаще чем на нарезном оружии и некоторые сталкиваются с не решаемыми проблемами что они не делают все равно происходят задержки печные трубы недосылы невыбросы и так далее короче говоря на этом ружье задержек не было почти по той причине что однажды я стал использовать картечь когда-то мы мудрили сделать такую картечь с маленьким импульсом чтобы особь складывалась максимально плотно на дальних мишенях не задевая бабки в общем это сугубо специфический такой айпи сишный вопрос делая такую картечь была произведена партия она давала неплохую осыпь но импульса видимо не хватало и вообще возможно там по качеству были определенные проблемы в итоге с этой картечью проблемы были у многих на одной и той же партии на одной и той же картечи были затыки не хватало энергии для того чтобы нормально выбросить гильзу и она застревала создавая трубную печу трубную печу печеную трубу но на других патронах такой проблемы не было ни на дроби не на пули в общем надежность исключительная у этого ружья газовая трубка буллитек решает раз и навсегда проблему трескающихся газовых трубок на випрях а внутри моего випря установлена возвратная пружина с буфером греческой компании dpm systems плюс в надежность работы системы ну и конечно на конце ствола установлен дтк ильина самый последний модификации от кастом ганс с удобным креплением ну вот и весь тюнинг нет а еще карбоновое цевьё очень классная легкая супер прочная как же я про него забыл стоп я еще установил увеличенный рычаг для сброса автоматической затворной задержки поднял пальчиком и патрон быстро дослался очень удобная вещь что-то забыл а расширитель шахты еще расширитель шахт